Мы видим постоянное падение всех финансо-экономических показателей, всех до единого. Теперь смотрите, говорят, благосостояние. Так на кладбище, вот я ходил вчера, тоже там хорошее благосостояние. Там полный порядок. Вот Плющу памятник поставили. Очень красивый памятник, кстати, всем советую поехать посмотреть. Рядом там памятник этого тоже, как его, Щербицкого опять-таки, и этого последнего секретаря ЦК Компартии Гуренко тоже. Так памятнички и стоят. И там так пойдешь, посмотришь, хорошая аллея, хорошие памятники. А если чуть-чуть дальше зайдешь, так там лежат горы мусора, ничего не убрано, грязь. А сверху все хорошо. Вот так и Лагард. Она приехала, смотрит вроде, да, нормально все, хороший дворец, толстый президент, лицо у него такое хорошее, все они откормленные там сидят. Это ж Ложкин, наверное, был хорошо. Ее угостили, например, в доме с химерами. Там сразу и давление померили в подвале. То есть практически она не видела реальную жизнь. Она что, с реальными людьми встречалась? Нет. Ей рассказывали реальную экономику. Может, она собрала профессионалов-экономистов, которые бы дали ей объективный анализ клинической ситуации в Украине? Нет. Поэтому она приехала просто посмотреть на конфетку. Ну так в этом и искусство, товарища Порошенко. Он себе все в шоколад быстро замылит. Любые руины, потемкинские деревни, это его самая любимая кредо. Олег, короче, ну неужели вы считаете, что экономисты Международного валютного фонда вот так вот совершенно ничего не понимают? Конечно, не понимают ничего. Она мыслит глобальными категориями. Она не мыслит ситуацией того, что происходит сегодня в Украине в частности. И, ну есть же, скажем, мы должны говорить, что я же пишу в своей книге, да, народный капитализм, я же пишу про хаос, да? Я пишу про вторую фазу написал мирового кризиса, который сейчас начался, и все вдруг сказали, о, да, второй. А я же еще пять лет назад сказал, что будет вторая фаза мирового кризиса, что она охватит энергетический сектор и фазу воспроизводства, что она перенесется, соответственно, на фондовые рынки, что Китай будет обваливаться, Бразилия никакого чуда не будет, в России никакого чуда не будет, но это же все произошло. Так я сказал об этом еще пять-шесть лет назад.